Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос насчет чувства ревности и что с ним делать. Во-первых, хочется сказать, что я не совсем понимаю, так сказать, концепцию вашего вопроса, да, некоторую такую парадигму не вижу, в каком смысле вы говорите про ревность, но в то же время говорят, что чувствовать себя в личной жизни никому не нужно, чувствовать себя личным, потому что было много неудач. Ревность, как правило, направлена на партнёра и ревность делает партнёра в какой-то степени объектом собственничества, наверное, то есть, чтобы испытывать ревность нужно, чтобы функционально вы полагали хотя бы, что находитесь с кем-то в отношениях. Вот. Если этого нет, то кого тогда ревновать? Следующее. Чувство ненудности связано исключительно с тем, как вы себя воспринимаете, исключительно с тем, как вы себя ведете, исключительно с тем, что вы для себя хотите, и исключительно с неуверенностью себя. ... Я подсказала, что, что про проблемы в этом, что, ревновейсу сложнее. Я подсказала, что про проблемы в этом, что, вревнувесь. Славяк. пытается подчинить себе того, кого он ревнует и, на мой взгляд, это является основной проблемой. Восприятие себя и, собственно, партнёра как объекта собственничества. Что, конечно, не совсем хорошо, если мы говорим про какие-то здоровые отношения, здоровые чувства. Здесь, конечно, есть незастыкнут. Также нужно сказать, что ревнует, что-то всегда про страх остаться в одиночестве. Всегда страх определенной потери. Это всегда страх измены. Это всегда, ну, так вот, знаете, акцентирование, что ли, внимание на интимной стороне отношений, когда, ну, довольно много, довольно большая значимость придается именно интимной стороне отношений, да. То есть, как бы, как бы, в этом человек может чувствовать себя удержимым, в этом человек может чувствовать себя неполноценным в какой-то степени, да, и стремление быть самым лучшим, но не просто лучшим. ... То есть как бы, как бы, проблему здесь, вот, что заключается красный вон от том, что есть, ну, борьба, такая борьба за лидерство какое-то, да, борьба за лидерство какое-то, вот, и, соответственно, партнер, он воспринимается как аргумент в этом споре, в этой борьбе, вот. Ну и понятно, что при таком раскладе воспринимать человека более-менее адекватно невозможно. То есть при таком подходе человек просто, ну, воспринимается как аргумент, значит, доказывающий, что я, например, достой. Именно неустойчивость представления о себе делает человека в отношениях уязвимым. Именно неустойчивость представления о себе мотивирует контролировать партнера, потому что от его действий, от действий партнера зависит то, как будет чувствовать себя ревнующий человек. Вместе с тем нужно довольно четко понимать, что с ревностью не нужно бороться. Да, то есть ревность не нужно пытаться контролировать. То есть ревность в большей степени имеет смысл разобрать, посмотреть, вследствие какой проблемой она является, вследствие какого конфликта внутреннего противоречия она является. И уже в соответствии с этим можно будет что-то делать. То есть подавлять ревность ни в коем случае нельзя. Нельзя именно подавлять её, запрещать с собой. Но как бы выделать много лежит потребность доказать себе и другим, что вы лучшее желание быть единственным. Вот, повторюсь, вследствие обоценивания себя и неуверенности в себе, к сожалению. Не стоит говорить о том, я надеюсь, что не стоит говорить о том, что при таком подходе, при таком отношении к себе и к партнёру нельзя с определённой долой вероятности утверждать, что есть. Любовь и принятие. Можно говорить, что есть восприятие партнёра как некого приза, как некой возможности стать лучше. Стать, ну, стать кем-то. Стать каким-то. И, на мой взгляд, из-за этого, из-за наличия такой постоянной угрозы того, что можно это потерять. Вот. Из-за этого я бы сказал, что отношения могут легко достаточно превратиться в полнейший ап абсолютно, да? Вот. Вполнейшую борьбу. Эээ, борьбу. Нон-стопом. Идущую борьбу. Вот. Такая вот история-то. То, что я могу вам в целом ответить о том, что я могу вам в целом сказать. И я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. До сих пор. До сих пор, пока. Продолжение следует...